доброе утро доброе утро дорогие друзья всем доброе утро так собираемся и продолжаем изучать тору сегодня очень интересная важная меч на черепа стресса так ну что где где люди где сейд макай шалом всем шалом оксана шамшурина из одессы все всем доброе утро добрейше утро и значит мы продолжаем продолжаем изучать завтра завтра кстати сразу говорю завтра урока не будет моего попросим это на сейчас попросим это на чтобы он провел потому что завтра буду в пути буду лететь из москвы и лететь буду из москвы в киев и поэтому если это сможет он проведет что-то оптимистическое он обычно проводит очень хорошо про счастье про любовь про отношения сетан молодец он спокойненько сидит в киеве учит тору и поэтому естественно счастлив и проводит от прекрасную роте про счастье и про отношения а я летаю все время работаю и значит сегодня у нас сегодня у нас урок такой сегодня мишна номер сейчас сегодня у нас мишна номер 18 18 до 18 это дематрии вообще в иврите вы язык на котором было написано тора язык которым бог создавал мир там 22 буквы 22 буквы всего это как код программный код и значит первая буква альпы алип это один единичка бэд двоечка это два цифра дима это троечка чит далее это четверка эй это пятерка ну и так далее и те которые глубоко понимают как устроена реальность они прямо вот каждое слово они видят его также сразу моментально числовое значение и они прям как кодами переговариваться я видел несколько таких раввинов которые прямо они могут сразу сказать числовое значение любого предложения то есть они каждое слово видят и они прям смотрят слова код 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 как когда такие циферки и значит ют хэт вот сегодня мы учим да это 18 18 это очень хорошая 18 это хорошая цифра почему потому что эта цифра она значит если ее буквами записать это будет хай жизнь и поэтому вот когда например деньги дают на благотворительность дают там 18 или кратная 18 чтобы продлить жизнь говорят сдака благотворительность она продлевает жизнь и человек дает 18 гривен или 18 долларов и он дает 18 долларов и он как бы этим вкладывает в продление своей жизни соединение себя с жизненностью бога вот так вот и сегодня у нас 18 мишна и 18 мишна она такая значит каждый коль а мизаке это рабим значит каждый кто мизаке это удостаивает дословно переводится каждый а мизаке это рабим каждый кто удостаивает многих грех не приходит через него сейчас мы разберемся тот кто удостаивает многих грех не приходит через него веколь а махти это правим и каждый кто вводит в грех многих не дается ему возможность раскаяться сделать шву а значит это как бы текст дальше идут дальше идут примеры примеры идет такой моши моши раббейну моисей который через которого бог дал тору за заха возникает арабим он сам удостоился принять тора от бога и удостоил многих с ху тарабим талуй бо и вся заслуга многих все кто учат тору все поколения они все их заслуга служения богу она идет как бы как через моши через моисея как млм маркетинг он на вершине пирамиды то есть он получил тору он был проводник он соединился с богом в одно как бы можно если можно так сказать в одно целое что он был как говорят мудрецы а спаклярия мэра он был как стекло прозрачная то есть он был как линза такая да сквозь которую божественное знание бог же непостижим а человек он материален и нужно было перевести вот это вот непостижимое божественное знание в постижимый язык и бог это сделал через маши рабы но у которого не было своего его 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 лично его личного самовосприятия не было и поэтому он не искажал вот это вот божественную мудрость которая шла через него и он передал тору как как известно первая фраза которую маленьким детям говорят вот маленький ребенок он еще не разговаривает но у него закладывают первая фраза знаете какая тора сила лану маши тору приказал нам маши то есть что как бы передал но именно передал в том виде в котором она он его получил и первая мишна была вперте вот то что мы изучали получение отцов маши кибель турами сина и то есть маши получил всю тору на горе сина и передал ее и ушу обе нуну и ушу обе нун передал дальше 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 и так она доходит до нас так получается что маши рабы ну удостоился получить тору от бога и он удостоил присоединиться вот через эти слова через это здание он удостоил многих людей приблизиться к богу вся я вам так скажу что вся и христианство и ислам они все построены на синайском откровении то есть вся вот это вот цепочка передачи торы до везде есть я про ислам не буду говорить но если мы говорим про христианство то то что называется в христианстве ветхий завет и это письменная тора это письменная таро а если взять по соотношению то три четверти три четверти библии это это письменная тора то что получил в начале в 5 я м.си это то что маша я получил нагр strange най это как фундамент а потом идут книги пророков писания все это письменная тора и только сверху如何ona троечка четверть это то что называется Новый Завет, Иван, я подробно не знаю, как называется, но я как-то смотрел в Википедии, что по соотношению 3 четверти книг — это письменная Тора. То есть христианство базируется полностью, знание о Боге базируется на Торе. И вот, значит, а кто получил это знание? Моисей получил это знание, Мушей Тибель получил Тору на Синае. И он передал, представьте, то есть те слова, которые он произносил, и те законы, которые он передал, это фундамент добра для всего мира на всех поколениях. Поэтому, значит, что написано дальше? Значит, он удостоился, он удостоил многих, и заслуга многих, она привязана к нему, связана с ним. Как сказано в книге Дворим, последняя книга Торы, «Ситкат, Ашем, Асау, Мешпотав и Мисраэль», что он справедливость Бога сделал, и его законы с Израилем. То есть он это все передал. А был еще один, приводится второй пример, что значит, вводящий в грех многих. Значит, был такой царь, его звали Яравам, Яравам бен Навод. Это был царь, который стал царем над десятью коленами. Когда царь Соломон, Шломамеллах, он построил первый Иерусалимский храм, он был великий царь, и он, значит, все это построил, но храм строили десятки тысяч людей. Он собирал со всего Израиля налоги, со всего мира слали драгоценности, золото это все украшать. Он это все построил. А потом после него стал царем его сын. Сына его звали Рехавам. И пришли, значит, представители колен, представители всех колен Израиля, 12 колен было, да? И ему говорят, что смотри, твой папа был великий царь, он построил Иерусалимский храм, он как бы объединил все страны. Ну, царь Соломон это было, ну, представьте, до сих пор весь мир говорит, что он мудрейший из людей, на сколько поколений. И, значит, и они говорят его сыну Рехаваму, давай уже все, папа уже все сделал, снизь на лоди, дай народу отдохнуть. Он говорит, нет, говорит, я вас сейчас заставлю еще больше работать, еще больше платить, я покажу вам, что я еще круче, чем папа. Десять колен ему сказали, нет, говорят, мы не согласны. Хочешь показать, что ты круче, чем папа, будем воевать. И он, единственное, что он правильно сделал, он сказал, ладно, я воевать не буду. И осталось у него Иерусалим, в общем, осталось два колена, только колено Иуды и Левиты, то есть они остались, это стало, государство называлось Иудея, а десять колен отделились, и они назвали себя Израиль, Израиль, государство Израиль. То есть это было два государства, они разделились. Но храм был же в Иерусалиме, и вот эти десять колен поставили над собой царем Яровама. Яровам бен Навод, они сделали его над собой царем. И, значит, приближается праздник Песах, есть праздник Песах, Шавот и Суккот. Это три праздника, они в Торе указаны, что нужно подниматься в Иерусалим, в храм. И тут Яровам думает, сейчас они пойдут в храм, народ. В храме они увидят царя, царя Рыхавама, который сидит на троне, царя Давида. И они скажут, эх, зачем мы разделились, давай опять объединимся, мы же один народ, одно государство, зачем мы разделились, давай соединимся. И я не буду царем. И он говорит, нет, я не согласен так. И он, значит, что сделал Яровам? Он построил два идола. В Дании и в Бейершеве поставил опять золотых тельцов. Почему именно золотой телец он сделал идолом? Телец – это бык, это символ мощности этого мира. В то время бык это был как на нем и пахали, на нем и пахали, возили грузы, быка приносили в жертву. То есть бык это было как символ материального мира. И он поставил двух золотых тельцов, еще золотых. Как сейчас, знаете, где символ материального мира – Олл-стрит. И на Олл-стрит в Нью-Йорке, это биржа, да, там биржа, там все деньги почти мира крутятся. Там стоит прям вот этот золотой бык тоже, золотой телец такой стоит, теперь он там. И этот Иеравам поставил двух золотых быков, идолов, поставил в Дании и в Бейершеве. И сказал, назначил священников и говорит народу, все, мы, значит, в храм не идем, будем служить идолам, идолам. И он весь народ заставил служить идолам. Так написано, что, написано, что, как написано здесь в письменной торе. «Потом его Бог наказал, Аль-Хатот-Яравам бен-Навад, Ашер-Хатаве, Ашер-Ихтиет-Исраэль». Которые он согрешил и которыми он заставил грешить народ Израиля. То есть здесь очень интересная такая вещь наблюдается, что есть в каждом поколении и для каждого человека есть его лидеры. Его лидеры есть, каждый из нас, каждый из нас выбирает, за кем идти. То есть есть единицы, даже я думаю, что единицы не выбирают, только Ашер-Рабейну выбрал Бога. Но обычно люди, они слушают каких-то лидеров, каких-то авторитетов. Это как бы свойство человека. И поэтому я читал у Раф Деслера, в Роша-Шана, когда судятся люди, день суда. День суда он двойной праздник, два дня он идет. И Раф Деслер из книг «Пока болею» и так далее, он говорил, что в первый день судят лидеров, а во второй день всех остальных, но всех остальных судят, за кем ты пошел. То есть в принципе мы же не выдумываем, ну вот большинство людей не являются такими масштабными философами. Люди хотят просто хорошо жить и всем нужна идеология. Каждому человеку нужна какая-то идеология, во что верить. Теперь сам человек идеологию придумывает. Думать не может. Это Карл Маркс всю жизнь он писал этот «Капитал» и такую фигню написал. Единицы есть от этих сумасшедших, которые пишут идеологии. Но каждому человеку нужна какая-то идеология. И в принципе выбор человека – это выбор между теми лидерами, которые носители идеологии. То есть у каждого человека есть такая ориентация на авторитетов. И поэтому, когда Мошер Абейну он дал Тору, так все, кто принимают Тору, заслуга этих всех людей – это то, что мы пошли за Мошер Абейну. То есть мы пошли за Мошер Абейну, то есть мы же… он получил Тору от Бога. Интересно, что первых две заповеди слышал весь народ. То есть весь народ слышал «Я Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, чтобы быть твоим Богом». И вторая «Пусть не будет у тебя других Богов». Но когда люди, которые 600 тысяч было только мужчин, которые стояли у горы Синай, они слышали, вот слышали, видели, то есть там было, ну именно воспринимали информацию напрямую от Бога, они умирали. То есть у них отрывалась их душа от тела, то есть вылетала душа от тела. Это они… интересно, что в момент Синайского откровения еврейский народ поднялся на ступень «Адам решона первого человека до греха». А каким он был до греха? У него было отдельное тело, отдельная душа. То есть у него было, как бы он четко воспринимал, что вот это тело – это биоскафандр, а душа – это отдельная сущность. И поэтому тело не накладывало свои телесные потребности на душу. То есть тело не управляло душой. Тело – это тело, душа – это душа. Было отдельно. И оно легко разделялось. А потом, когда вот этот грех познания добра и зла, оно соединилось. И у обычного человека, ну у нас уже с вами, да, у нас мы не разделяем, где тело, где душа. И поэтому человеку страшно, когда тело умирает, он думает, что он тоже умирает. Но в момент, когда тело умирает, душа, как бы вот эта вот голограмма, выходит из тела духовное и двигается дальше. Так, теперь две заповеди слышал весь народ Израиля. Они слышали, когда воспринимали заповеди Бога, у них отрывалась душа от тела. То есть они умирали по простому языку. И они попросили Моше, они говорят, Моше, мы не можем общаться с Богом напрямую. Пожалуйста, давай ты. И Моше Рабену, он был на горе Синай 40 дней, не ел, не пил. 40 дней он был в состоянии, когда он преодолел, как бы оторвался тоже от своей человеческой природы, но не полностью. И он вошел в состояние, когда он мог воспринимать заповеди Бога. И потом он эту тору 40 лет передавал в пустыне. Так что получается? Давайте вернемся к этой Мишне. Значит, это нам принцип рассказали. А Яровам этот, Яровам с 10 коленами, он поставил этих идолов и говорит, служи идолам. Так написано здесь, что не народ согрешил, а он согрешил тем, что ввел в грех народ. То есть вот эти лидеры, они как бы, на них главная ответственность. А мы идем за ними. То есть на каждом из нас просто ответственность за тем мы идем. Теперь давайте вернемся к Мишне, она очень практичная. И я вам скажу, что для меня лично, она является огромным стимулом для проведения вот этих уроков. То есть я, и я уверен, что Яков Шатадин тоже. То есть мы, как верующие люди, я очень верующий. Я верю, что Машер Абейну пророк, главный пророк. То есть есть 13 принципов веры. Я выбрал для себя вот эту идеологию. Тора я ее выбрал, осознанно мне было 26 лет. Я выбрал быть религиозным, верующим евреем. Ну я евреем родился, но я выбрал быть верующим, соблюдающим заповеди евреем. То есть я взял идеологию такую прям религиозную. Теперь и вот эта Мишна, она мне очень помогает. Потому что очень тяжело справляться со своим харьковским прошлым. Я закончил харьковский спортинтернат. И даже постригся я коротко не потому, что я там долго думал. Вот меня так приучили в детстве стричься. Удобно, спортсмены и так далее. Я так и стригусь. То есть у каждого из нас, особенно вот те люди, которые бывшие Советские Союзы, уже в возрасте такие, да, мы все запрограммированы на набор мыслей, привычек, каких-то убеждений и так далее. Потом сверху одевается Тора. Я выбрал верить в Тору. Но очень тяжело и иногда, иногда, что такое грех? Грех это если ты не делаешь правильную вещь. Иногда получается, что, ну там страшно, написано в Куэлите, что нет садика, который бы не грешил. Можно ошибиться, можно согрешить, можно не дай бога обидеть, там, где-то денег не додать, где-то, ну, больше всего, проще всего написано, что все люди друг друга обижают. Проще всего согрешить, это лошонара, злоязычие. То есть в этом грехе, ну, этот грех есть практически у всех. Очень тяжело не говорить людям обидные вещи. То есть люди обидчивые, еще если ты не предохраняешься там в тонкостях, то легко обидеть человека вообще. Это грех. В деньгах очень легко не додать, я считаю, что не надо платить, а он считает, что надо и так далее. Это тоже здесь легко согрешить. Есть грех, который тоже очень сильно, ну, написано, что вот в этом грехе многие как бы спотыкаются. Например, нельзя в полторе, нельзя мужчинам находиться с женщинами, ну, с чужими, там, ни с женой, ни с матерью, ни с дочкой, ни с родственниками. Даже в закрытом помещении нельзя находиться вдвоем, потому что, ну, чтобы чего там дальше не было. Трогать никого нельзя и так далее. А как не трогать? Человек руку тянет, что ему женщине? Ну, я так объявляю, говорю, я не трогаю женщин, нельзя мне трогать женщин. Но все равно женщина сейчас современная, она тебе сразу, бах, за руку. А если она тебя второй раз видит, она уже с тобой целоваться должна, потому что, типа, уже друзья. И это очень сложно. То есть приходится очень с этим быть осторожным. Так, к чему я говорю? Я каждый раз вспоминаю вот эту Мишну и думаю, ну, я же уроки Торы-то провожу, я же стараюсь дать приблизить других к Торе, евреев, неевреев, даже к Богу приблизить, чтобы все стали верующими, чтобы все стали хорошими. Так написано, «Коль мизака и тарабим, каждый, кто удостаивает многих», то есть удостаивает в заповедях, приблизиться к Богу и так далее, «Эн хэт баалия до», грех не приходит через его руку. То есть Бог его тогда начинает охранять, сохранять, чтобы он не согрешил. А каждый, кто амахтий и тарабим, все вот эти вот, которые, например, проводят парады, вот парады гордости эти, да? Например, человек грешит, да? Хомосексуализм в Торе запрещен. Но Бог ему может дать возможность сделать шву, сделать шву, раскаяться, и он говорит, ну, мало ли, я не знал, и он, может, и не знал, действительно, что это нельзя. И, может быть, он там, я не знаю, что они чувствуют, но, может, он прям не может удержаться. Говорят, что это там, у кого-то это болезнь. Но тот, кто пошел вводить в грех других, он проводит парады, и он доказывает, что это нормально, это можно, это нужно. И он взял, и из-за него начали грешить там десятки, сотни, тысячи, не дай бог, ребят, которые просто это делают, потому что это модно. Знаете, вот это стало модным в последнее время. Тенденция, тренд. Они в журналах читают, что, типа, это сейчас уже стало чуть ли не обязательным, да? И все. Вот тут уже человек перешел на другую грань. Он уже вводит в грех других. А Махтии Тарабим, тот, кто уже других приводит в грех, он уже ему с неба не дают даже сделать шву, потому что будет несправедливо. Из-за него сколько людей начало грешить. Он их вел в грех. Он раскаялся, он в раю, а нигде. Вот так вот. Поэтому очень важно, очень важно, даже если, вот, например, вам кажется, что что-то не грех, только можно влиять на других, только если вы уверены, что это позитивное влияние. Все. То есть нельзя влиять негативно. Теперь позитивно влиять нужно. И когда вы поддерживаете журнал, поддерживаете портал Ваикра, например, да, то вы имеете тоже долю во всех уроках, которые мы проводим, во всех статьях, которые мы пишем. То есть если вы хотите по-настоящему, вот именно как по этой мишне присоединиться, подключиться и иметь партнерство, удостаивать других в служении Богу, то тогда welcome за 18 долларов в месяц или 18 еще чего-то. Я советую, это именно 18-я мишна присоединиться к нашему тому делу, которое вот мы прям реально делаем для того, чтобы удостоить в служении Богу, в заповедях вечной жизни максимальное количество людей. Наша цель, чтобы прям все, все люди, вот Ваикра это и возвал, и возвал Бог, чтобы все евреи начали прям конкретно соблюдать заповеди, шаббат. Написано, что если все евреи сделают подряд два шаббата, сразу придет Машиах, моментально. То есть евреи должны соблюдать шаббат, а все остальные, они могут, не евреи, они могут или стать евреями, стать священниками, если они прям чувствуют, что они евреи уже внутри. Евреи это священник, который поклялся Богу выполнять все заповеди и сделать служение Богу основой своей жизни. Или же могут просто верить в Бога, в единого создателя и хозяина мира, и его благодарить, его просить, все. И не делать, есть простые там семь заповедей сыновей Ноя, есть десять заповедей, которые идентичны для всех, и в христианстве они есть, и в исламе. В принципе, ислам, например, это служение Богу, вообще шикарно. То есть в мечети даже можно молиться. И главное, вот простые понимать вещи, есть один Бог, создатель, хозяин мира, он один, он един. Началось все с Адам решено, с одного человека, у него была хава. И если человек верит идеологически в эту концепцию, то он уже прикреплен к Богу, к создателю мира. И это отлично вообще, то есть уже как бы фундамент счастливой, правильной жизни построен, и он уже зацепился за вечность. То есть тот, кто верит в то, что он соединен с Богом, создателем мира, который создал все мироздание, уже у него прямо есть там деляночка. Деляночка есть. Все, друзья, удачи, успехов, счастливо. Напишите свои выводы из сегодняшнего урока и именно удостаивайте других в выполнении заповедей, в служении Бога, Богу, и тогда вы не согрешите. То есть Бог будет вас охранять, охранять и будет дальше вам помогать двигаться на пути добра, на пути света и добра. Все, удачи, успехов, до воскресенья, потому что завтра моего урока не будет. Всем пока.